Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас четверг, и по традиции в этот день мы проводим тематический вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара – Мартин Гейл за и против. Давайте, пожалуйста, проверим качество связи, если меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично, всем большое спасибо. Начинаем вебинар. Для начала рассмотрим, что же такое Мартин Гейл, как он появился, кто его придумал. Стоит отметить, что Мартин Гейл – это система управления ставками в азартных играх, известная с середины 18 века. Причем она известна по современным названиям. Название не менялось, оно гораздо было именно придумано таким. Иногда систему Мартин Гейл называют системой картежника, одного французского картежника, который был очень известен в те времена. Однако некоторые ученые говорят, что это всего лишь на всего миф, и систему данную придумал совершенно другой автор. Но кто же ее на самом деле придумал, пока точно неизвестно. То есть существует много версий, много различных мифов, но полностью 100% информации, кто автор данной стратегии, пока точно неизвестно. Что это такая за система управления ставками в азартных играх и почему она наиболее популярна, мы сейчас рассмотрим. Суть данной системы заключается в следующем. Начинается игра, азартная игра. Давайте, наверное, рассмотрим игру-булетку. Это такая наиболее популярная игра, которая применяется в системе Мартин Гейл. Также данный торговый подход с помощью системы Мартин Гейл применяется уже и на финансовых рынках. Об этом мы говорим чуть позднее. Сейчас мы рассмотрим именно азартные игры, допустим, такие, которые есть в казино, и рассмотрим просто такой элементарный пример рулетки. Игра начинается с того, что сначала ставите, допустим, 1 рубль на размер рулетки, красный-черный, чтобы было всем понятно. 1 рубль ставите на красный, если у вас выпал другой цвет, то есть черный, соответственно, вы свою ставку удваиваете. То есть у вас был рубль, стало 2. Вы опять 2 рубля ставите на красный, в одежде на то, что красный все-таки выпал. Если у вас опять выпал красный, допустим, выпал черный цвет или зеро, то вы опять удваиваете свою ставку. Ваша ставка предыдущая была 2, соответственно, она становится 4. 2 умножаем на 2, получаем 4. И так вы ставите постоянно до сих пор, пока нужный цвет он не выпал, то есть не выпал красный цвет. Допустим, на пятом ходу, когда вы поставили 16 рублей, ваш красный цвет, он выпал и, соответственно, вы заработали 1 рубль. К нам уже поступили вопросы, злой это или нет, Антон вопрос задает. Антон, большое спасибо, вопрос очень отличный, интересный. Мы об этом поговорим чуть попозднее. Сейчас мы рассмотрим именно, что же это такое, потому что, возможно, кто-то знаком, со стратегией Мартин Гейла кто-то не знаком, поэтому те, кто не знакомы, необходимо им об этом рассказать. И после мы уже будем рассматривать на примере валютного рынка Corex. Ну, не только валютного рынка Corex. В нашей компании Fresh Corex вы можете торговать и валютными парами, и контрактами на акции оперативные американские, которые входят в индекс Dow Jones 30. В том числе и CFD на сами фондовые индексы, также металлами, то есть и финансовые рынки в целом. И вот суть данной системы заключается в том, что надежда строится на том, что рано или поздно выпадет нужный цвет и, соответственно, вы получите прибыль. Какую прибыль вы получите, вы, допустим, если ставили 1 рубль, то получите тот же самый рубль. То есть, допустим, вы поставили 1 рубль, потом получили 2 рубля, 2 рубля, 2 рубля, и того у вас есть. Что положительного в этой стратегии? Положительное то, что есть законы, допустим, как будет в азартной игре, допустим, рулетка, что цена рано или поздно все равно выпадет. Это не цена, а нужный цвет, рулетка нужный светлая. Ну, также можно ставить и на цифры, и на числа. То есть, необходимый ход, он у вас все-таки сработает, рано или поздно. Вы на этом и состроите вся надежда, и поэтому люди применяют данную торговую стратегию. Стоит также отметить, допустим, если вы хотите именно торговать под данной стратегией, и вот сейчас очень популярно онлайн-казино, потому что казино у нас закрытое в России, есть только специальные горные зоны, и то они практически не работают, потому что там ничего не построено, и поэтому очень популярное онлайн-казино. В онлайн-казино по такой стратегии выглядеть невозможно, можно только лишь краткосрочно, потому что сами вот эти программы, программное обеспечение, оно устроено таким образом, чтобы данную торговую стратегию Мартин Гейл вычислять. Это уже проверено многими людьми на практике, и они как раз говорят о том, что можно лишь, допустим, заработать, если вы открыли первый раз свой счет в этом казино онлайне, и немного заработали, и сразу же уходить, потому что дальше ваш IP-адрес в компьютер вам все равно будет вычисляться. Или, допустим, торговаться разных IP-шников. Ну, то есть, допустим, на одном IP-шнике вы получили мизерный доход, и сразу же уходить, потому что больше вам шансов не дадут, потому что программа обеспечения высчитывает в системе Мартин Гейла. Это все достаточно несложно, потому что очень много программистов талантливых, которые все это могут закодировать, и все это можно вычислить. Что касается системы Мартин Гейла, то здесь также нужно понимать, что игрок, он хоть проигрывает редко, но проигрывает много, и выигрывает он часто, но выигрывает по-немножему. То есть, вы готовы, должны быть к тому, что вы можете потерять абсолютно все свои деньги на этой торговой стратегии. Об этом тоже нужно всегда помнить. Рассмотрим популярность Мартин Гейла при торговле на финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке Форекс, потому что все же это наиболее популярный рынок среди трейлеров, спекулянтов. Среди инвесторов, конечно, популярны, в первую очередь, рынок акций, потому что в долгосрочной перспективе акции практически всегда растут, в 99 из лучших СТАС, соответственно, на этом можно в долгосрочной перспективе заработать доход, и для каких-то долгосрочных инвестиций больше всего подходит фондовый рынок. Для, конечно, спекуляции, для подкосрочной торговли, для занятий трейдингом, рынок Форекс предполагает наиболее, скажем так, больше возможностей, чем тот же фондовый рынок, поэтому рассмотрим в первую очередь торговлю на валютном рынке Форекс. Одна из причин, почему стратегия на основе Мартин Гейла популярна на валютном рынке, при этом именно кроется в том, что валюты, они никогда не обнуляются, и валюта никогда не может обанкротиться, в различии от акций. Конечно, предприятие, чем оно крупнее, тем ему тяжелее обанкротиться, соответственно, его акции перестанут торговаться на бирже, но, тем не менее, такие примеры тоже есть, они есть, в том числе у нас и в России. Известные самые акции, и сначала акции данной компании в 2003 году очень сильно падали, акцировки сильно снижались, а потом вообще данная компания прекратилась в существование, и, допустим, если у вас были акции данной компании в руках, то, естественно, вы остались без счета. Такой случай тоже бывает. Не стоит думать, что такие случаи бывают только в России, что в России такие методы возможны в ведении бизнеса, такие примеры, как банкротство компании есть во всех странах, даже в Штатах, где вроде бы очень сильная экономика, фондовый рынок развивается столетиями, и все достаточно хорошо, тем не менее, есть такие компании, как тот же самый Кодек, та же самая всемирно известная популярная компания, которая тоже обанкротилась по многим различным причинам, в том числе и потому, что они не хотели переходить на цифровые, скажем, тайп-раппараты. Поэтому рынок Коррекса, он всегда существовал, существует и будет существовать, валюта, какая бы она ни была слабой, все равно она по-прежнему торгуется, даже, допустим, российский рубль, в начале года он очень сильно падал, но, тем не менее, он полностью не обанкротился, он по-прежнему торгуется, и другие валюты в том числе. Поэтому это одна из привлекательных черт именно популярности Максин Гейла на валюту рынка Коррекса. Также стоит отметить, что существует базовый закон рынка Коррекса, о котором постоянно говорят трейдеры, которые так говорят по стратегии Марксин Гейла, это, что даже при очередении удачных сделок трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены рано или поздно произойдет. Вот все на это и надеются, что откат цены произойдет, и, соответственно, поскольку мы наши ставки удваивали, то в результате чего все равно мы получим небольшую, но прибыль. С одной стороны, с этим сложно поспорить, потому что действительно откат цены он рано или поздно произойдет. С другой стороны, на каком уровне он произойдет. И, допустим, если у нас есть очень важные какие-то события происходят, допустим, запланирована публикация очень важной макростатистики, эта макростатистика способна вызвать очень сильные спецки волатильности, резко изменения котировок, и, соответственно, вы вполне можете получить тот фактор, что у вашего депозита, как отметил Денис, у вас в чате просто не хватит. Здесь тоже нужно понимать, что депозит у вас должен быть достаточно большой. Если вы торгуете, допустим, большими лотами, если вы торгуете микролотами, тогда достаточно и среднего размера депозита. Что еще хотелось бы также сказать. Есть такая тоже стратегия по Мартингейлу, помимо того, что удваивать ставки на основе того, что откат рано или поздно произойдет, есть также еще такая торговая стратегия работы по кэритрейд на свопах. То есть, допустим, одна валюта имеет своп низкий, вторая имеет своп более высокий. Свопы рассчитываются по разнице процентов ставок. Есть, допустим, у нас сейчас такая привлекательная валютная пара евро-новозеландский доллар, вот такой вот кросс-корс, где как раз и есть очень высокая разница в процентных ставках. В европейском регионе у европейского центробанка ставка 0,15%. В Новой Зеландии у резервного банка Новой Зеландии ставка 3,25. На последнем своем заседании он ставку повысил в июне месяце. И вот такая существенная разница. Это получается 30,1% позволяет именно договорить на кэритрейд, потому что получаются положительные свопы, если вы продаете эту валютную пару. И получается так, что можно также использовать эту стратегию Мартин Кейла. То есть вы продаете эту валютную пару, получаете доход от свопов, потому что вы получаете положительный своп, если торгуете в течение нескольких суток. Допустим, и потихонечку так вот открываете позиции, на трате удваиваетесь, и тем самым, помимо того, что вы можете заработать и большой такой доход на стратегию Мартин Кейла, вы еще также получите дополнительный доход от положительных свопов. Более подробно о том, как торговать с использованием стратегии кэритрейд, мы поговорим, наверное, в августе месяце. Мы проведем специальный тематический вебинар, где раз подробно расскажем, что такое кэритрейд, и как на этом можно зарабатывать. Тем более, что в этом году есть такие возможности для того, чтобы проводить стратегию кэритрейд. К нам поступили также вопросы, от чего считать от ДЭПа или от тех денег, что я могу докинуться в любой момент. Антон спрашивает. Антон, считать нужно именно от вашего депозита. Допустим, если у вас депозит 100 долларов, возьмем вам такую круглую цифру, вы начинаете торговать, и у вас, допустим, риск на сделку 1 доллар, и, соответственно, рассчитываете. На второй сделке у вас будет риск 2 доллара, потом 4, 8 и так далее и тому подобное. Естественно, риск на сделку 1 доллар, даже при минимальном роте на валютный коррекс, это 1000 единиц базовой валюты, то есть, допустим, по популярным валютным парам, по основным наиболее ликвидным, это евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена. Здесь 1 фунт, получается, будет равен 1,1 доллара, то есть, 10 центов, соответственно, на 1 доллар, это получается у нас 10 пунктов стопа. То есть, вы открываете позицию, если цена прошла против вас на 10 пунктов, даже получается, если, допустим, купали евро на 8, потому что еще 2 спред, спред надо тоже учитывать, получается 2 плюс 8, того 10. Соответственно, риск очень высокий, потому что что такое 8-10 пунктов, это обычный рыночный шум, запросто цена может туда сходить, и, соответственно, 1 доллар здесь, наверное, подойдет, нужно ставить уже побольше. Доллар 2, 3 или 4 даже. Это при торговле минимальным объемом тысячи дней с базовой валюты. На мой взгляд, лично, наиболее эффективно торговать по стратегии Мартин Гейл в те дни, когда у нас нет публикации важной макро-статистики, потому что, допустим, если у нас есть публикация важной макро-статистики, то здесь волатинность очень высокая, и не всегда бывает так, что, допустим, трейдеры думают, что откат произойдет, но откат может произойти, но вашего депозита может просто не хватить. Вот это будет самое обидное. Допустим, вы открываете позицию по Мартин Гейлу, у нас таких новостей может быть достаточно много, причем не обязательно, чтобы эти новости были, допустим, связаны с центральными банками, допустим, ВИЦБФ, РС, Банк Англии, Банк Японии. Допустим, сегодня заседание было Банка Англии, тем не менее, это событие нельзя назвать таким резко, которое сильно оказывает влияние на пару фон-доллар, потому что здесь не ожидается сюрпризов от Банка Англии, и, соответственно, волатинность достаточно низких, потому что уже последний, наверное, год Банк Англии дал все ключевые ориентиры, также все это было озвучено, ставки по-прежнему на уровне полпроцента, облигаций упаяются на прежнем уровне, и, соответственно, сегодня просто-напросто, скажем так, формальное такое заседание, они вышли, заявили о том, что все на прежних уровнях, ничего пока нового не ждите, и все подробности уже через две недели в протоколах, там подробнее читайте, смотрите, изучайте и думайте, что же мы будем делать дальше. Поэтому заседание Банка Англии, оно способно вызвать вот сейчас, в данный момент, такое вот спецполотенство. Безусловно, так долго продолжаться не будет, потому что рано или полно Банк Англии пойдет на ужесточение лично-кредитной политики, либо, допустим, в конце этого года, 14-го, допустим, в декабре, либо начале 15-го, соответственно, уже любое заседание последующее, оно, безусловно, будет вызываться спецком уродительности. Но пока вот есть такая возможность, в том числе и на заседание Банка Англии, спокойно торговать. Даже если, допустим, посмотреть на график пары фонд-доллар, то мы увидим достаточно спокойную реакцию на это событие, несмотря на то, что вроде бы заседание Центрального Банка и, безусловно, должны быть спецком уродительности, если посмотреть, допустим, по аналогии, это американский центрабанк ОРС или тем же самым европейским ЕСБ. Но здесь гораздо все более спокойно. Так вот, если, допустим, у нас нету важной макростатистики, то, безусловно, можно использовать стратегию Мартин-Дейла, можно потихонечку здесь торговать, если вы уверены в своих силах и если у вас для этого есть большой размер депозита. Это вот лично, на мой взгляд, потому что, если, допустим, у нас есть высоковолатильный рынок и есть запланирована публикация важной макростатистики, статистика может быть самая разная, допустим, и поседание в странах банков, и выступление главных странах банков. Очень часто даже бывает так, что, допустим, по аналогии с парой фунтового, само по себе заседание Банка Англии, оно в последнее время сюрпризов не приносит, как я уже сказал, то есть реакция небольшая и незначительная. И здесь также запросто можно торговать по макцингею, с одной стороны. Вот, с другой стороны, пресс-конференции Марка Карни, это руководитель Банка Англии, здесь уже гораздо больше вызывает интересы со стороны участников рынка и большая волатильность. И, естественно, могут периодически возникать трендовые участки, которые были совсем недавно, в июне месяце, когда у нас Марка Карни заявил на ход своего выступления, что учетная ставка может быть повышена гораздо раньше, чем ожидают участники рынка. И это у нас вызвало очень большую волатильность, у нас сразу же появился трендовый участок, потерировки резко взлетели вверх. И как раз здесь у вас шансов гораздо меньше, для того, чтобы заработать по Мартингейлу. Откат, конечно, он будет, но, тем не менее, куда он будет, в каком уровне неизвестно, и вы просто можете запросто обанкротиться, у вас просто не хватит вашего торгового депозита. Здесь тоже нужно всегда это понимать. С одной стороны, допустим, кто-то может сказать, что всегда можно донести денег, пополнить свой депозит, а, допустим, если вы не успеете это сделать, ну, бывают всякие различные причины, всегда нужно об этом помнить, потому что всегда есть различные риски, допустим, вы что-то не сможете сделать, или, допустим, система платежей дает сбой, или у вас включится свет, или еще что-то произойдет, или цены будут очень резко двигаться, очень быстро, что вы просто не успеете за этим всем уследить. То есть, всегда присутствуют такие моменты, присутствуют всегда риски, и поэтому необходимо о них помнить. Поэтому трейдер всегда должен быть готов к тому, чтобы потерять либо весь депозит в течение дня, либо большую его часть. Об этом нужно всегда помнить, если вы, допустим, решили торговать по стратегии Мартин Гейва. История думает, что эта стратегия 100% безубыточная, здесь, наоборот, риски достаточно высокие, риски, я бы даже сказал, достаточно огромные, потому что если сравнивать с обычным правилом управления капитала, то я бы отнял стратегию по Мартин Гейлу к агрессивному стилю торговли. Если вы по натуре человек-агрессор, скажем так, агрессор, в хорошем смысле этого слова, вы что, вы там все ломаете, кружит, и так далее, и тому подобное, агрессор, имеется в виду в плане биржевой торговли, то есть, вы торгуете агрессивно, для вас приемлем высокий риск, и также для вас приемлем доход. То тогда вы можете использовать данную стратегию, но, с другой стороны, в чем отличается, допустим, агрессивный стиль от стратегии Мартин Гейлова. Агрессивный стиль подразумевает высокий риск и высокий доход, соответственно. Допустим, я вот сам тоже, когда брал высокий риск на сделку, у меня доходность была выше 100 годовых. Причем это логично, потому что, если риски высокие, то доходность тоже там высокая. Если риски низкие, то и доходность низкая. Ну вот, такой негативный момент стратегия Мартин Гейла то, что вы риски все-таки берете на себя высокие, потому что вам ставимо приходится углаиваться. Конечно, можно делать и по-другому, можно утраивать ставку свою, то есть, утраивать не в два раза вич, а в три раза, или, допустим, не в два, а в 1.8, не в 1.9, в 2.5. Здесь уже все зависит от вашего фантазии, от вашего воображения. То есть, можете взять несколько бумаги и рассчитать в примерный планчик, посмотреть, что будет про соотношение 1 на 2, 1 на 3 и так далее и тому подобное. Вполне возможно, что можно найти даже какую-то середину. Здесь, что хотелось бы отметить, что вот риски-то огромные, но, с другой стороны, доходность-то незначительная, она мизерная, я бы сказал, то есть, вы постоянно увеличиваете свою ставку, а получаете соответственно небольшой доход. Кто-то может возразить, сказать, что доход пусть небольшой, но гарантированный, и я лучше буду зарабатывать понемножку, но все-таки я буду зарабатывать, чем я вообще зарабатывать не буду, и салююсь, в конце концов. Здесь тоже можно всегда поспорить, потому что кто вам сказал, что Martin Dale она безубыточная, во-первых, и всегда она означает то, что вы всегда сможете заработать. Нет, еще раз нет, потому что стратегия такая уже, как и все, она показывает как плюсы, так и минусы, и также показывает, в том числе, и убытки. И здесь шансы оборваться, они достаточно высокие, потому что, как я уже говорил, у вас может просто накладить вашего размера депозита. С другой стороны, чтобы его хватило, можно тогда торговать вообще минимальными локами, мизерными локами, ну и тогда, допустим, вот у вас будет депозит тысяч долларов, а вы будете зарабатывать там 5-10 долларов в месяц. Тысяча долларов вам хватит для того, чтобы покрыть вот эти откаты, вот эти череду негативных сделок, но тем не менее, вы будете зарабатывать там 10 долларов, и что это такое, это там 1% в месяц, а даже может быть и меньше, так и 10,5% в месяц, тогда проще, допустим, отнести деньги к банку, не переживать вообще ни о чем, потому что также в банке, допустим, на рублевом кладе есть некоторые банки, которые дают 12%, 13%, тем более учетная ставка российским центральным банкам, она в марте и марте была повышена, раз именно эти факторы способствуют тому, что перестала снижаться российская валюта, мы наблюдаем укрепление российского рубля, что против доллара и евро в последнее время, в последние месяцы, раз именно потому, что было ужесточение лично-кредитной политики. Как я уже говорил в наших вебинарах тематических, только центральные банки формируют тренды, соответственно, если центральный банк ужесточает политику, то валюта растет и наоборот смягчает политику, валюта снижается. Вот российский центральный банк в марте и в мае политику ужесточал, соответственно, мы увидим как российская валюта. Несмотря вроде бы на то, что достаточно много у нас негатива в экономике, тем не менее, сейчас у нас такой рост российского рубля с одной стороны и техническая коррекция после того усвобления российской валюты. Так вот, ставки повышены, соответственно, ставки и по депозитам в коммерческих банках для клиентов, они также повышаются. Это закон рынка, если растет ставка от странного банка, то растут ставки и депозитом, и по кредитам. И наоборот, ставки падают от странного банка, снижаются ставки депозитом и снижаются ставки по кредитам. Поэтому сейчас-то зачем заморачиваться с этим мартин-дейлом? Просто отнести можно деньги в банк и вообще не переживать. Потому что получается доходность невысокая, а риски достаточно существенные. Поэтому об этом тоже нужно всегда помнить. И, как я уже говорил, на мой личный взгляд, идеальное такое время для того, чтобы торговать по мартин-дейлу, это плэд, или, как его называют, коридор, боковик, консолидация. Это все одно и то же означает, только лишь называется растолами. Допустим, у нас есть плэд на рынке, боковая тенденция. Ну, допустим, сейчас тоже есть боковая тенденция. Если вы посмотрите на ту же самую валютную пару евро-доллар и валютную пару фунт-доллар, ну, если пара фунт-доллар, то это последняя неделя у нас боковик. Вот 71 фигура до отметки 71.76 на плюс-минус несколько твунтов. Последняя неделя у нас торгуется в диапазоне в этом валютной паре фунт-доллар. То пара евро-доллар торгуется в диапазоне, скажем так, от 36 до 37. Вот этот диапазон стоп-пунктов она торгуется практически 2,5 недели, 2,5-3 недели. Соответственно, это тоже все можно использовать для того, чтобы торговать. И, как я уже говорил, допустим, выбираете фунт-доллар участок и, на мой личный взгляд, более эффективно, чтобы в это время не было публикации важной статистики. Открываете для себя календарь событий на нашем сайте freshporex.ru. Там выбираете для себя список новостей, список тех стран, валютами которых вы собираетесь торговать. Вот давайте обратимся к нашему календарю, включим трансляцию рабочего стола. Уважаемые коллеги, пишите, пожалуйста, в чат, видно или нет. Должен появиться наш сайт freshporex.ru. Отлично, большое спасибо. Заходим в календарь событий, он находится в разделе аналитики, календарь событий. И вот здесь можно выбрать, есть настройки, выбираем страна. И также смотрим, допустим, если вы торгуете валютной парой евро-доллар, то вам необходима ЕС. Также, допустим, можно поставить здесь и Италию, Германию, Францию. И также выбираете штрафы. Потом нажимаете применить и вот смотрим, какие сегодня новые. Вот видите, сегодня у нас президент ЛЦБ Марио Дральд, вы выступите с речью. Также есть у нас на эпоху производства Франции. Индикатор не такой, там, сильно важный, но, тем не менее, определенную волатильность в случае резкого изменения может показать. Но, тем не менее, не такой сильно важный. То есть смотрим, чтобы вот здесь количество взрывчат было 3. И потом также вот мы видим данные по пособия по безработице, которые уже были от веков. То есть сегодня новости у нас есть. Соответственно, нам нужны те страны, где у нас сегодня нет новостей, и, допустим, если сегодня вот в Японии новости нет, вот, допустим, вы куда-то другую сторону берем, где тоже нет важных новостей. Ну, допустим, валютная пара, японская иена, австралийский доллар. Условный пример. Я знаю, что по Японии сегодня важной статистики не было, по Австралии не следил. Но представим, что сегодня по Австралии тоже новостей не было, и вот, соответственно, у нас сегодня нет важной статистики. С ним, чтобы участок тоже был такой уж резковолатильный, участок за последнее время на графике, и после чего можно также применять стратегию мартингейл. Это, на мой взгляд, наиболее эффективно. Потому что, если есть мысли, они могут вызвать резковолатильность, причем неизвестно, какую они волатильность вызовут. Может, волатильность будет и вверх, и вниз, и тогда вы сможете заработать, а может, волатильность будет именно трендовая. То есть, мы либо резко уходим, либо резко вырастим практически без остановок. Поэтому к этому нужно тоже быть готовым, поэтому лучше такие участки избегать. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. В этой смеси также хотелось бы поговорить и о советниках. Советники могут вам в этом помочь. Есть очень много советников на основе стратегии мартингейла. Их можно скачать, как и в интернете, бесплатно. Также есть и авторы прихватно продают. Здесь уже все на ваше усмотрение. В чем преимущество советников по сравнению с ручной торговлей? Преимущество в том, что вся работа устроится автоматически, вам ничего не нужно делать. Ваша задача, главное, следить за тем, чтобы, скажем так, ваши деньги быстро не заканчивались после вот этих методов подводения ставок. И, соответственно, если у вас денежки заканчиваются, необходимо как-то их пополнить, либо же просто прекратить торговлю данным советником. Как можно наиболее эффективно использовать данные советники? Данные советники, они периодически показывают хорошую прибыль. И вот, допустим, сами авторы, которые эти советники придумали, которые либо их продают, либо, допустим, просто бесконечный интернет. Здесь уже все можно посмотреть более подробно. Если, допустим, авторы продают платно, то можно с ними пообщаться, перейти на покупать. Попросить также показать статистику. Желательно, чтобы статистика была не с демо счета, а с реального счета. То есть, обратите инвестпароль, для NetTrader 4 все и достаточно просто. И, в первую очередь, смотрите именно реальные деньги. Потому что на демо можно что угодно показать. Реальный счет, как говорят, реальный счет, реальный рынок. Допустим, сами авторы, они советуют то, что, допустим, если ваш советник показал несколько, допустим, прибыльных месяцев, то лучше всего его закрыть и потом некоторое время им не пользоваться. Потому что есть такая у них тенденция у советников. Они некоторое время показывают стабильную прибыль, после чего сразу же идут вниз и обмоляются. Поэтому здесь тоже нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Тем не менее, если вы любите рисковать, то можете, допустим, установить себе на консоветник, поторговать им. Если видите прибыль, то закрывайте. И потом вы можете что делать? Допустим, ту часть своего депозита, которая у вас была первоначальной, допустим, 1000 долларов, вы положили на счет, присоединили советников, подключили в свою программу. У вас стало, допустим, 1300 долларов через месяц. Условный пример. Тем самым вы заработали 30% или 30 долларов. Что можно дальше сделать? Дальше можно, допустим, все деньги вывести и потом подождать некоторое время, опять по новой зайти, либо, допустим, вывести 1000 свою, которую вы вложили изначально, а 300 оставить и торговать уже на 300. Если ваш советник обанкротится, то вы ничем не рискуете. То есть вы останетесь при своих. Если он уже будет вам зарабатывать, потом вы также можете потихонечку доход снимать. То есть это вот такой вот консервативный подход при использовании советников. Также можно сделать агрессивные настройки советников, которые будут, скажем, постоянно показывать высокую доходность, но тем не менее будут и высокие риски. Здесь уже тогда необходимо, наверное, не раз в месяц задумываться о снятии прибыли, но также и раз в неделю. Допустим, неделю поторговали, вывели хорошую прибыль, вывели ее и дальше торгуете. Если вы, допустим, консервативный трейдер, то стратегия Мартин Грин, она вам не подойдет, потому что, как я уже говорил, здесь риски все-таки достаточно высокие. Стратегия Мартин Грин, она подходит для уже более таких агрессивных трейдеров, которые любят рисковать, которые хотят получить высокую доходность. И, соответственно, если вы любите рисковать, то для вас более эффективно, наверное, использовать именно советники. Уважаемые коллеги, наш вебинар подходит к концу. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, у кого какие возникли. Вопросы можно задать в чат, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Игорь, если можно, напишите, пожалуйста, по-русски. Мы не все знаем вот такой локовид. Небольшая шутка, не обижайтесь. Есть советники по золоту, спрашивает Лев. Лев, что имеет именно, вы спрашиваете, советники, которые просто торгуют на золоте, или именно по тратегии Мартин Гейла? Точните, пожалуйста, ваш вопрос. Если именно по тратегии Мартин Гейла, то они, в принципе, все стандартные, там уже именно не просчет по лоту. Да, такие советники есть, поищите в интернете, они есть либо бесплатные, либо, как я уже говорил, они есть платные. То есть есть авторы, которые их продают. Почему новости выходят с запозданием не по теме? Денис, какие именно новости в терминале Меттрейдер 4, или где вы имеете в виду на сайте прошпорокс.ру? Есть ли у вас реальный счет, в вашем терминале новости должны быть в режиме онлайн? На демо-счете не знаю, возможно, какие-то задержки бывают. Именно на примере событий, да, есть вот такая ситуация, что новости выходят с запозданием, а это все связано с самим процессом автоматизации. Есть ли у вас на примете... Александр Викторович, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Я вот не совсем вас понимаю, ваш вопрос. Вы знаете, я пока тоже вот не совсем понимаю. Уточните еще раз, пожалуйста. Пока вы пишете свои вопросы, хотелось бы сделать небольшой анонс. Завтра, в пятницу, в 10.30 по Москве, мы проведем вебинаре «Ежедневный обзор валютного рынка Коррекс», где рассмотрим текущую ситуацию на рынке. На будущей неделе у нас будет два вебинара. Веду 16 июля в 5 вечера мы проведем вебинар по инвестиционным платформам «Кладбин инвест», где рассмотрим, что это за платформа, как выбрать мастеров для инвестиций и что необходимо, скажем так, на какие факторы стоит обращать внимание уже самому мастеру, как наиболее правильно создавать оперты и так далее и тому подобное. То есть все вопросы, которые связаны с инвестированием на «Кладбин инвест», вам счета так называемые, мы рассмотрим в среду, 16 июля, в 5 вечера по Москве. Следите за вопросы на нашем сайте. И также в четверг, через неделю, 18 июля, мы проведем тематический вебинар. Тема нашего вебинара – мифы рынка Коррекс. На рынке Коррекс есть много мифов, начиная от того, что компания брокерам выгодна, чтобы трейдеры теряли свои деньги, то есть не проигрывали, потому что компания брокер зарабатывает. Также есть мифы, что компания брокер, ну куда сделки не выводят, на какой она лишь банк, все сделки внутри. Также есть мифы, что есть играль, который дает очень стабильную, высокую доходность, нужно просто его разработать и так далее и тому подобное. Очень много мифов о куту на рынках Коррекс. Вот все эти мифы мы будем разбирать в четверг, 17 июля, и будем, скажем так, смотреть, где же брошь, а где же правда. В четверг, 17 июля, в 5 вечера по Москве. И через 2 недели, получается, 24 июля вечера мы проведем тематический вебинар, рассмотрим торговую систему «Импульс». Эту торговую стратегию я, скажем так, сам смоделировал. Совсем недавно есть одна очень хорошая техническая акция. Эта торговая стратегия достаточно простая, она без индикаторов и просто торгуется на часовых свечках. Подходит она абсолютно всем трейдерам и консервативным, и у кого консервативность торговая, и у кого агрессивной. То есть очень простая такая торговая стратегия. Есть очень одна хорошая формация, которая периодически появляется и отрабатывает. И вот по этой торговой формации я смоделировал торговую стратегию. Идеально такая формация хорошо работает на валютном рынке «Корекс» и при торговле сейки контрактами на фондовые «Импсы». И вот все эти вопросы, что это за система, ее применять, как на ней зарабатывать, мы рассмотрим через 2 недели, четверг, 24 июля в 5 вечера. Я приглашаю всех желающих принять участие в этом вебинаре. Скидьте за вопросы на нашем сайте. Так, и на пустой вопрос, и мы начнем отличать на них. Используете ли вы Мартина? Рудольф, вы знаете, ни в коем случае я Мартина использую. На мой взгляд, это очень негативная стратегия. Я сейчас выражаю свое личное мнение о том, что риски очень высокие, доходность очень низкая. Для меня лично это неприемлемо. Мне нужно, чтобы риск и доход был как минимум на уровне одного, это просто самый мизерстак. А желательно, чтобы доходность превышала риски раза в попара или в два хотя бы. Я как минимум, чтобы был хотя бы 1,1. Так, Александр Викторович спрашивает про советы. Александр Викторович, я советниками по Мартингейлу не пользовался, потому что саму эту стратегию я лично не использую. Поэтому с советниками вам помочь не могу. В названии советника есть и буква. Все понятно? Вы знаете, с таким советниками знаком. Я периодически отслеживаю некоторые советники, в том числе и те, которые есть в нашем магазине. У нас на сайте, на нашем freshforest.ru есть магазин советников. Там вы также можете посмотреть различные советники. Я сейчас публикую ссылку в чате, если кто не знает. Вот, можете зайти по этой ссылке, там поставлены различные советники, так платные, так и бесплатные. И, возможно, что-то для вас также будет интересным. Я отслеживаю советники, но вы с этим советникам знакомы, как я уже говорил. Что можете посоветовать? Александр Викторович, наверное, спрашивает про советники. Александр Викторович, мы проводили вебинары в нашей компании CrashForex по советникам. Вебинар есть в качестве видеозаписи на нашем сайте CrashForex.ru в разделе «Видео уроки». Сейчас тоже ссылку я в чат выложу. Заходите, пожалуйста, по этой ссылке. Вахищите вебинар, который проводился на тему советников. И там мы как раз о всем этом поговорили. Какие советники можно использовать, что лучше бесплатно или платно, и как самому создать советника, даже не имея знаний в программировании. И все это можно сделать. Есть специальные программы-помощники. Также там мы рассматривали наш магазин советников, какие наиболее эффективные советники у него представлены. И так анализировать именно доходность, статистику по советникам. Посоветуйте вам программу-помощники. Денис, вот ищите в архиве данный вебинар. Я сейчас просто не могу сразу же ссылку выложить, потому что он находится в архиве. Там может быть страниц, взятый, пятнадцатый. Мы данный вебинар проводили в этом году, в 2014. Поэтому ищите вебинар в архиве, посмотрите его. Там все подробно рассказано про программу-помощники, про анализ советников, и также рассмотрели наш магазин. Все эти вопросы есть на этом вебинаре. Также вопрос поступил от Александра Викторовича, с чем сами торгуются. У меня два торгосчета. Один, скажем так, побольше, второй поменьше. Именно я с виду в количестве денежных средств. Там, где побольше, торгую только евро-доллар по определенной торговой стратегии, где поменьше, торгую всем, валютными парами и платными. Палладием торгую в последнее время. Я же разрабатываю торговую стратегию, именно которая заточена под платными Палладием на основе фундаментального антираста. Пришла мне в голову одна очень интересная мысль, которая связана именно с платными Палладием. И вот как раз я занимаюсь разработкой торговой стратегии, посмотрю, что же в итоге получится. Так что торгую, в принципе, абсолютно всем, и валютными парами, и фондовыми индексами, все длинные фондовые индексы. Сейчас у нас коррекция по фондовым индексам. Ожидаю дальнейшие коррекции, после чего можно будет накрывать длинные позиции. В первую очередь по американскому фондовому рынку S&P 500 для Ужомска есть. Но пока смотрим на развитие коррекции. Уважаемые коллеги, давайте еще, пожалуйста, свои вопросы. Если вопросов нет, большое всем спасибо за нее. Желаю всем успешной торговли. Также приглашаю вас на наши вебинары. Мы их проводим ежедневно, тематически, раз в неделю. Вебинары по обзору рынка каждый день, каждый будний. Как я уже говорил, на будущей неделе у нас будет два тематических вебинара, в среду и в четверг. Следите за вас на нашем сайте freshforex.ru. Если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли.